Ну что ж, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Полоскун, и сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать о том, как показывать себя робот Тифон в игре War Robots, если на него поставить 4 новые пушки Ultimate. Но, друзья, перед началом данного видео я бы хотел вам посоветовать канал парня, название которого Свят ВР. На своём канале он делает очень крутые видосы с обзорами обновлений, различными гайдами по игре War Robots, а также проводит классные розгрыши. Так, например, у него сейчас проходит большой розгрыш Д-кубов, и желающих принять в нём участие пока не так много, поэтому я очень вам советую перейти по ссылке в описании и поучаствовать в розгрыше у этого парня. Может и вам повезёт, вы получите Д-кубы и купите на них то, что давно хотели. Ну и, само собой, подписывайтесь на его канал, потому что он делает реально крутые видосы, которые я сам иногда смотрю. Ну, в общем, ладно, немного отвлеклись, давайте уже переходить к теме данного видео. И вообще, друзья, ситуация какая? Я думаю, вы все помните, как буквально несколько дней назад я делал видео про алтимейт Булгасари. Тогда я его тестировал с тремя пушками Шоктрейн, и сборка была на самом деле неплохая, но это не прям та АМБА, которая ходит и всех разбирает. И во многом это было связано с тем, что противники использовали щиты Форсфилд и Рефлектор, и из-за этого не получалось очень хорошо их сносить. Ну и три пушки, они имеют вроде неплохой урон, который может разобрать робота за один выстрел, но всё-таки его не хватает, чтобы там разобрать какого-то Титана или кого-то ещё. И тут я вспомнил, что в игре есть мой любимый робот под названием Тифон, на который можно поставить целых четыре средних пушки. Я думаю, вы помните, как я про эти пушки рассказывал, и дело в том, что у них у каждой 65 тысяч единиц урона за выстрел. То есть получается, если поставить четыре такие пушки за один выстрел, вы будете наносить по 260 тысяч урона. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что это просто бешеное количество урона, но и само собой его можно повысить несколькими способами. Во-первых, это благодаря легендарному пилоту River Chase, и суть её способности в том, что когда Тифон активирует свою способность, то есть выстреливает вот этот вот снаряд, который нейтрализует противника на 5 секунд, то он получает прибавку к урону на 25% в течение 5 секунд. То есть урон здесь вырастает ещё минимум, там сколько, на 50 с лишним тысяч. И это уже получается, что урон переваливает за 300 с лишним тысяч. Ну и также ещё, само собой, нуклеер-амплифайеры, которые повышают урон ещё на 80%, и если их зарядить, то урон вырастет до 500 с лишним тысяч. И это на самом деле офигеть как сильно. И также эту сборку ещё дополняют отлично две вещи. Первый это дрон Seeker, который позволяет наводиться на роботов в режиме невидимости на дистанции до 350 метров. И можно разбирать не просто всех, кого видишь, но и кого в том числе не видишь. Там всяких линксов, эмуги и так далее. А также эту сборку очень хорошо дополняет вторая вещь. Это Unstable Conduit, который позволяет игнорировать энергетические щиты противников и также постоянно даёт пассивное лечение. И в целом это вот все ключевые вещи в этой комбинации. То есть если разогнать амплифайеры, то урона становится под 500 с лишним тысяч, и просто любой там робот, даже некоторые титаны будут ваншотаться. Единственное, как и в прошлый раз, кто представляет опасность, это вот товарищи, которые используют эти вот щиты Forcefield и Reflector. Но мне в комментариях хорошие люди подсказали, что у Forcefield есть такая особенность, что когда ты по нему стреляешь, то он начинает блокировать меньше урона. И это, я не знаю, баг или фишка игры, но когда ты получаешь много урона сразу, то он почему-то проходит по нижней границе. То есть если робот поначалу там поглощает 90% урона и потом там уменьшается-уменьшается, он перестаёт поглощать вот этот урон, как в случае с линксом, то тогда почему-то вот с четырёх пушек будет наноситься там всего 10% от этого урона, который должен был нанестись. Но если стрелять по одной пушке, то каждая пушка будет всё больше и больше урона наносить. И мне предложили такую вещь, что половину пушек переназначить... То есть, в общем, на компьютере, на клавиатуре можно настроить так, что ты, например, нажимаешь правую кнопку мыши, у тебя стреляют не все пушки, а только две, или там одна пушка. И вот мне предложили, что как раз в бою это в начале боя сделать, чтобы удобно так стрелять, и линксы будут очень здорово разбираться. Я хочу эту стратегию попробовать, я, конечно, об этом и раньше знал, что так можно сделать. Ну, просто тут никак на мобильных устройствах нельзя тыкать, чтобы каждая пушка отдельно стреляла. Вот хочу сейчас попробовать, я просто сам на стиме играю. Ну вот. Поэтому ладно, я предлагаю отправиться в реальный бой уже, тестировать эту комбинацию. Я безумно надеюсь, что сейчас будет режим с маяками. Да, нам попался. Так. Да, режим с маяками. Меня это очень радует, потому что просто стреляться, это не очень интересно. Так, ну давайте вот я беру и нажимаю кнопочки. И сейчас, да, будут стрелять только, допустим, верхние пушки я настроил. А если я хочу стрелять всеми пушками, то я буду это делать через левую кнопку мыши. Так, и там, мне кажется, что-то интересное. Там у нас, кто это, урочи или линкс. Так. Вот. И оп. Ну, конечно, да, это было не идеально. Все-таки все равно, как-то мы урон нанесли не полностью. Но давайте... Да, вот сейчас он, кстати, уже поприятнее. По-моему, у него форса вот этот слетел. Так, и он сейчас выходит такой довольный. А мы-то переиграли его. Вот. Оп. И сейчас же ждем, пока ластент у него пропадет. И сейчас мы его убиваем. Все. Вот такая вот тактика мне очень понравилась. То есть, реально надо кнопки переназначивать в начале боя, и всех можно спокойно разбирать. Так. Сейчас выходит Кепри. И он, на самом деле, фиг что сможет нам сделать. Единственное, у нас что-то все плохо по маякам. Но мы зато сейчас его переиграем. Так. Видите, сколько урона? Это потому что амплифайеры зарядились. Вот. Оп. Блин, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. А мне сейчас идет вот этот вот товарищ разбирать. Очень неприятно, конечно. Так. А, у него еще вот эти электрошокеры. Ну, это я очень большой глупость сделал. Вот. Так. Сейчас снесли. Оп. И вот так вот. Да. То есть. Но сейчас нам надо отходить, потому что нас очень сейчас быстро побьют. Вот. А он еще, кстати, думает, что я сейчас буду по нему стрелять. Он, на самом деле, прав. Все. Потому что он очень так начал на нас резко нападать. Но мы еще сейчас кепли разберем. Вот видите? Совершенно другое дело. Вот эти вот Ultimate Shock Train играют просто зашибись. На нас кто-то там еще летит. Это Ауджан. И на самом деле это уже... Да, еще Сераф. Мне просто не нравится, что нас так слишком быстро... Блин, представляете, я умудрился как-то убить Серафа. Так. Хотя я стрелял по этому... А, он хотел меня переиграть, но у него это не получилось. Так что давай... Это всего хорошего. Видите? В общем, тактика очень интересная получается. Так. И сейчас вот этот нас там пытается разобрать на этих... Ну, на Хуриканах. Блин. Я вот, конечно, делал ошибку, что так играю. Но зато уже год лайк. Вот. И я сейчас за укрытием. И меня эти товарищи особо достать-то и не могут. Так. Вот я очень бы хотел его разобрать. Но я думаю, сейчас сам себя убью. Вот. Сейчас дождусь, пока он начнет приземляться. И делаем ассист. Так. К сожалению, только ассист. Я думаю, нам убийство засчитают. В общем, играю я максимально неосторожно. Так по-хорошему-то и не надо. Сейчас, если еще Лучидор сюда прыгнет, то это все. А. Ну, мы, кстати, проиграли этот бой. Потому что нас что-то товарищи вообще мейки не захватывают. Я не знаю, почему они решили отдать противникам ту сторону просто так. Видимо, им захотелось так. Так. Ну и все. Мы бой проиграли. Но зато, блин, вы сами видели, как я на Тифоне, на роботе из мастерской делал там Beyond Goodlike. Вот. Ну или просто Goodlike. Так. Ну да. Это, конечно, был очень странный бой. Но и отыграли мы его довольно хорошо. А. Ну, когда про маяки что-то гоню, и еще сам ни одного не захватил. Ну, я-то хотя бы противника убивал. В отличие от моих союзников. Они что-то вообще не убивали никого. Даже ассист не делали. Маяки не захватывали. Ну, которые там. Как-то странно. Но зато, на самом деле, это был показательный бой. То есть, если так вот еще приноровиться, играть более аккуратно, то урон у этих пушек запредельный. Вы сами видели, как буквально Кепри полностью снесли за один выстрел. Поэтому вердикт какой? Я думаю, вряд ли кто-то когда-то будет играть на такой сборке. Потому что, если у человека есть 4 шоктрейна, он их, ну, этих алтимейт, он их поставит на алтимейт спектра. И нафиг ему вот это вот все не надо. А если у человека есть Тифон, он на нем играет, то, я думаю, вряд ли он когда-то сможет такие 4 пушки получить. То, что обычно, когда есть возможность получить эти вот алтимейт пушки, получают каких-то более сильных современных роботов. А Тифон это как-то больше для души, это один из, наверное, лучших вариантов, что можно собрать в мастерской. Но это не имба. Это просто очень хороший робот, который мне безумно нравится. В общем, комбинация просто получилась забавной. Я не хотел рассказать, я это сделал. Поэтому, думаю, на этом можно сегодня видео заканчивать. И если вам видео понравилось, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами с тобой был я, Полоскун. Всем удачи, всем пока.